Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео делаем экспресс-тест на Е75ТС, которого выставили сейчас на продажу на зимнем аукционе за 6500 голды, как стартовая цена. Что касается ТТХ по машинам, довольно неплохо забронировано, да, имеет свои определенные серые зоны, но с алба, допустим, башня, довольно-таки круто забронирована и голдой, понятное дело, пробить можно, но базовым снарядом навряд ли. Что касается орудия, орудие здесь абсолютно стандартное, здесь цикличная пушка, со временем перезарядки, грубо говоря, 8 секунд с учетом досылателя, время сведения разброс посмотрим непосредственно в бою, но поверьте мне, ничем оно вас удивлять не будет, ровно как и раздосадовать тоже навряд ли сможет. Что касается ДПМ, они такой уж и высокие, 2345, потому что 310 единиц среднего урона, которые вы выбрасываете, как я уже сказал, через каждые, грубо говоря, 8 секунд. Пробитие 215, не так уж и много, есть подкалиберные на 265 и в конце концов, если хотите, то можете поставить себе на калиброванные снаряды и таким образом повысите себе пробитие до 226 единиц и при этом еще до 278 единиц повысите пробитие на подкалиберных голдовых снарядиках. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 10, очень классно, очень приятно и довольно-таки комфортно. Стоит, кстати, помнить по поводу того, что если вы ставите себе калиброванные снаряды, то, соответственно, у вас ухудшается ваше время перезарядки и теперь оно будет составлять уже 8,5 секунд. Короче говоря, сами определяйтесь, как поставить оборудование тогда, когда у вас эта машина появится. Что касается ценника и всякого рода мелочей по данной машине, обсудим сейчас непосредственно в самом бою. Ну что ж, друзья, давайте будем заценивать. Начинаем с подвижности. Ничем не удивительная подвижность, довольно-таки вялая машина, передвигается по карте приблизительно так же, как передвигается Левчик и так же, как передвигается Кейлер. Короче говоря, ничего выдающегося, умопомрачительного и прям пленяющего. Что касается вопросов по сведению, по точности, сводится, как вы видите, ну немножечко уныло, но все-таки это старенькая машинка и тогда была мода такая, чтобы машины плюс-минус не быстро сводились, при этом имели довольно-таки взвешенную нормальную альфу. И, что стоит отметить, имели крайне хорошую точность. Как видите, на вот таком, ну довольно-таки серьезном расстоянии, практически через всю карту, я вполне спокойно попадаю снарядом четко в центре своего прицела. То есть, куда целился, туда снаряд и полетел. Что касается ценника, 6,5 тысяч это абсолютно стандартная цена для данной машины, когда она выходит на продажу в голом своем состоянии. То есть, 6,5 тысяч это стандартная цена для машины, ну и, соответственно, она не является заблаговременно выгодной. Что касается понижения цены, на удивление, на данную машину, в отличие от многих других тачек, которые сейчас есть на продаже, ценник через 24 часа приблизительно упадет ровно на косарь и будет составлять уже 5,5 тысяч. За 5,5 тысяч, если Левчика у вас нет или Кейлера у вас нет, вы вполне себе смело можете покупать данную машину. Если у вас, я бы сказал, подсос с голдой, то есть у вас особо денег нет, но при этом хотелось бы взять какую-нибудь результативную машину, на которой вы сможете играть. Особенно, если вы новичок в игре и, соответственно, вам нужна какая-нибудь машина, которая будет прощать вам ваши ошибки в боях. Которая будет позволять вам максимально долго продержаться в бою, ну и, соответственно, быть максимально, благодаря этому, результативным игроком в команде. Так, поджались ТТшники, не хотят вылазить, не хотят показываться, я их, в принципе, понимаю. Давайте попытаемся выцелить вот этого товарища, что ли. Ну, попадаю, попадаю четко по приборам наблюдения, но при этом всем без пробития. С одной стороны, конечно, плохо, что пробития не хватило, а с другой стороны, это лишнее подтверждение точности данного орудия. Забрали, это уже хорошо. И жалко только, что не мы это сделали, но да какая разница, в принципе. Главное, держать победу. А кто конкретно добрал, это уже вопрос третий. Если вы ищете себе машину проворную в бою, то не рассчитывайте на проворность от этого товарища. Прям быстро куда-то вкатиться вы не сможете. Но при этом всем, вы знаете, так, как ледокол, спокойно, вальяжно, монотонно, я бы сказал, упрямо продвигаетесь вперед. В чем, в принципе, и фишка данной машины. Ну вот, пожалуйста. Вот вам то, о чем я говорил. Машина прощает ошибки. Я сейчас ошибку допустил, подставился. Мне сейчас даже в корму не забрасывают, что тоже, кстати, приятно. В общем, ребят, машина классная, машина интересная. Да, это дед с очень длинной седой бородой, который давно у нас в игре. Но в то же время, я бы сказал, что этот полудед, полустарый конь борозды абсолютно не портит. Вы сможете на нем получать удовольствие. Да, пускай это будут не самые быстрые и самые там прям веселые покатушки. Ну а спокойно и, как я уже говорил, монотонно вы будете продвигаться в сторону победы. Ну и, соответственно, в большинстве своем вы еще и будете доживать, если не прям до самого конца боя, то максимально приближенно к нему. Действительно, очень тяжело разобрать данную машину, особенно на каких-то средних расстояниях. Выцеливать серые зоны в ней действительно сложно. Что касается нашей результативности в данном бою. Я уверен, что мы в тройке лидеров однозначно, потому что накидывали практически постоянно, когда могли это делать. Что касается нашего вклада в победу. Я считаю, что даже если мы не занимаем там какое-то первое место в команде по нанесенному урону, то в целом свой вклад в победу мы сделали однозначно. Да, мы никого не вынесли, сделали 2000 единиц урона. Машина может делать больше, но там больше 2400-2600. Не стоит рассчитывать, просто потому что вы не будете успевать куда-то в гущу событий, именно из-за того, что вы не сильно проворный товарищ. Но здесь я, видите, забираю свои слова обратно. Я на удивление еще и умудрился первое место в команде по урону занять. Я думал, что я буду в тройке лидеров. Думал, что кто-то набросал урона. В частности, Эмиль первый, пользуясь барабаном, мог набросать, в принципе, больше 2000. Но, видите, бой сложился немножко по-другому. Короче говоря, Е75 ТС. Что собой представляет? Да, древняя машина, да, с бородой, как я уже говорил. Но в то же время до сих пор играбельная и до сих пор довольно-таки результативная машина. Если вы не гоняетесь за средним уроном на восьмом уровне, тогда она вам однозначно подходит. Я побежал снимать следующее видео. Ну а вы, друзья, взвешенно принимайте решение, на что вам тратить вашу голду и уж тем более кровные деньги. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok